Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 21 февраля и давайте посмотрим, что у нас происходит на финансовых рынках и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется, цели по снижению находятся в области 1.2209, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимуме вчерашнего дня, отметка 1.2411. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свое нисходящее движение, цели снижения это закрепление ниже минимальной значения, которую мы видели вчера на отметке 1.3930, но и далее вероятно можем пойти на отметку 1.3780. Отмена данного сценария возврат к покупкам уже будет рассматриваться после преодоления максимальных значений вчерашнего дня, отметка 1.4023, с целями роста на 1.41. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают свое восходящее движение, цели роста находятся в области 1.2739, а ближайший разворотный уровень отмечается на минимальных значениях вчерашнего дня, отметка 1.2555. По паре американский доллар и японская иена также тенденция восходящая сохраняется, сегодня с утра уже торгуемся выше максимальные значения, которые мы видели вчера, цели роста среднесрочные это область 1.109.06, а ближайший разворотный уровень, возврат к продажам отмечается на минимальных значениях вчерашнего дня, отметка 1.106.55. По австралийцу тенденция нисходящая также сохраняется, цели по снижению это область 77.62, а ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях вчерашней торговой сессии, отметка 79.33. Еврофунт также продолжает свое нисходящее движение, тенденция движется в область 87.27, ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях вторника, 88.69 уровень. По золоту также коррекционная нисходящая тенденция сохраняется, цели по снижению у нас находятся в области 1316 долларов за тройскую унцию, а возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений вчерашнего дня, отметка 1348 долларов за тройскую унцию. По нефтемарке Brent мы видим предпосылки на смену тенденции с восходящей, которая у нас началась с 14 февраля, на нисходящую, то есть вновь начало коррекции по нефтемарке Brent. И сегодня мы видим торговлю уже за минимальным значением вчерашнего дня, отметка 64.91. И в том случае, если нефть марки Brent сможет удержаться ниже отметки 65.93, это максимум вчерашней торговой сессии, то тенденция нисходящая здесь сохранится. По индексу DAX рост продолжается, цели восходящего движения от обновления максимальные значения 19 февраля и дальше движение на 12760, ну а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме вчерашней торговой сессии, отметка 12332. По биткоину сегодня с утра мы немного скорректировались ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Более важный уровень для возобновления продаж по данному инструменту находится на отметке 10199 долларов за один биткоин. Ну и пока мы торгуемся выше данного уровня, среднесрочная тенденция восходящая также остается в приоритете с целями роста на 12819. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Саков Роман, как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, оно для вас полезно, то обязательно ставьте лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания.